Глава двадцать первая Книга Иова И отвечал Иов и сказал, — Выслушайте внимательно речь мою, и это будет мне утешением от вас. Потерпите меня, и я буду говорить, а после того, как поговорю, насмехайся. Разве к человеку речь моя? Как же мне не малодушествовать? Посмотрите на меня и ужаснитесь, и положите перст на уста. Лишь только я вспомню, содрогаюсь, и трепет объемлет мое тело. Почему беззаконные живут, достигают старости, да и силами крепки, дети их с ними пред лицом их, и внуки их пред глазами их, дома их безопасны от страха, и нет же зла Божия на них, вол их оплодотворяет и не извергает, корова их зачинает и не выкидывает, Как стадо выпускают они малюток своих, и дети их прыгают, восклицают под голос тимпана и цитры, и веселятся при звуках свирели, проводят дни свои в счастье и мгновенно нисходят в преисподнюю. А между тем они говорят Богу, отойди от нас, не хотим мы знать путей Твоих. Что Вседержитель, чтобы нам служить Ему, и что пользы прибегать к Нему? Видишь, счастье их нет их рук. Совет нечестивых, будь далек от меня. Часто ли угасает светильник у беззаконных, и находит на них беда, и Он дает им в удел страдания во гневе Своем? Они должны быть как соломинка перед ветром и как плева, уносимая вихрем. Скажешь, Бог бережет для детей Его несчастье Его? Пусть воздаст Он Ему самому, чтобы Он это знал. Пусть Его глаза увидят несчастье Его, и пусть Он Сам пьет от гнева Вседержителя. Ибо какая Ему забота до дома своего после Него, когда число месяцев Его кончится? Но Бога ли учить мудрости, когда Он судит и горних? Один умирает в самой полноте сил своих, совершенно спокойный и мирный, Внутренности его полны жира, и кости его напоены мозгом, А другой умирает с душою огорченную, не вкусив добра. И они вместе будут лежать в опрахе, и червь покроет их. Знаю я ваши мысли и ухищрения, какие вы против меня сплетаете. Вы скажете, где дом князя, и где шатер, в котором жили беззаконные? Разве вы не спрашивали у путешественников, и не знакомы с их наблюдениями, Что в день погибели пощажен бывает злодей, в день гнева отводится в сторону? Кто представит ему пред лицой путь его, и кто воздаст ему за то, что он делал? Его провожают ко гробам, и на его могиле ставят стражу. Сладкие для него глыбы долины, и за ним идет толпа людей, А идущим перед ним нет числа. Как же вы хотите утешать меня пустым? В ваших ответах остается одна ложь. Субтитры создавал DimaTorzok